Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахиней и Брахло. Программа для тех, кто тоже порадовался за Сергея Галецкого. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Краснодар в Лиге Чемпионов, а я держу свои обещания. Я когда-то сказал, что если Краснодар попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, то вместо свиньи у меня в А и Б будет эмблема Краснодара. Дима, пожалуйста, добавь нам ее вот сюда. Теперь поговорим о группе Краснодара. Если у Локомотива все ясно, там сразу же груз 200, то у Краснодара все нормально. Там Фрэнк Лэмпорт приедет в Краснодар, все будут счастливы, все будут фоткаться с ним, типа, Фрэнк, «О, йоу, я смотрел твой матч в 2005 году, там Севилья, которая может решить. А зачем мне вообще плей-офф в Лиге Чемпионов? Я сразу же с третьего места в Лигу Европы снова ее выиграю. Может быть, получится и Супер Кубок Уефа зацепить. И Рен, с которым Краснодар тоже может побороться». Короче, есть и гранды, есть и шансы. Надо наслаждаться Лигой Чемпионов. Еще один самый кайф. Мне дали пробить пенальти. Внезапно мне тут написал Артем Нечаев. Он же Нечаев говорит, «Слушай, у меня был такой формат на втором канале запасном, футбольные сплетни. Я планирую его возродить. И хочу его возродить с тобой и с Димой Егоровым. Ты тут не собираешься в Москву приехать? Мы бы сняли пилот и посмотрели, как зайдет, что вообще будет». Я такой, Артем, конечно же, я приеду, потому что я уже давным-давно хотел что-нибудь сделать с Нечаем, но стеснялся ему предложить. У него 900 тысяч подписчиков, у меня нет и 20 тысяч. Кто я такой, чтобы что-то предлагать Нечаю? А тут он сам выразил инициативу. Я прибыл в Москву и оказалось, что мы снимаемся на стадионе на Красной Пресне. И там поле практически настоящее футбольное. То есть штрафная площадь там нормального футбольного размера. И там точка, с которой бьют пенальти, тоже в 11 метрах от ворот. И когда мы пришли, там какие-то амкаловцы снимали свои тиктоки. Причем они такие, «Я сегодня уже снял три тиктока, я снял два, но планирую 10». И я говорю, пацаны, я всегда мечтал ударить в пенальти. Просто видел эту точку, но не было мяча. Или, например, поле было ненастоящее. А тут вот все, можно пробить в пенальти. Думал, что получится коряво, как у Федя Смолова, но разбежался. И как ебнул точнехонько в правый нижний угол. Ноль шансов у вратаря. Он даже не прыгал, возможно, потому что не умеет. Но я понял, что не так уж и сложно, в принципе, забить в пенальти. По новому формату мы сняли, пока что не монтировали. Нам показалось, что классно мы все отсняли. Там всякая футбольная грязь. Я бы здесь это не говорил. Так что советую на следующей неделе заглянуть на канал к Артему Нечаеву. Рубрика «Антикайф». У Алексея Андронова комментаторская дисфункция. Я поясню. 8 лет назад Алексей Андронов комментировал финал Лиги Чемпионов Бавария Челси. 7 лет назад, в 2013 году, тоже Алексей Андронов комментировал финал Лиги Чемпионов. Более того, я уже вам рассказывал, Алексей Андронов любимейший комментатор экс-оператора АИБ Антона Владимировича Федосеева, моего близкого друга и авторитета, который мне говорил Андронов, шарит в футболе. И поэтому, возможно, поэтому я до сих пор капельку, но уважаю Алексея Андронова. Но потом, вот уже после финала Лиги Чемпионов, когда появился матч ТВ, убрали Алексея из федерального эфира. И тут он вернулся, комментировал Кубок России, Динамо Ставрополь против Крыльев Советов. Мне скинули ссылку, и я, честно говоря, прихуел. Что же там такого происходило, как комментировал этот матч Алексей Андронов? Я вам сейчас покажу просто. Бесит, да, что тишина 5 секунд. Алексей Андронов молчал минуту, например. Или просто не называл фамилии футболистов. Или говорил на отвлеченные темы, но чаще всего он скрипел, пердел, сморкался, кашлял. И это было невозможно слушать, потому что еще и микрофон был перегружен. Как будто бы взяли мужика из ближайшей пивнухи, который сказал, что эти комментаторы на матч ТВ вообще не разбираются, я сейчас пойду покажу класс. И вот так примерно Алексей Андронов, как полнейший нубак, комментировал игру Ставрополя против Крыльев Советов. И вы мне, возможно, скажете, Павел, Пашуля, толстощекий ты наш. Так просто матч был ни о чем. Как Андронов мог вот такое шоу еще иначе вообще прокомментировать? Я вам отвечу. В этом и проявляется уровень комментатора. Если у тебя поганая игра, ну сам ее как-нибудь разукрасть. Ну просто сделай из этого праздник. Просто какой-нибудь перформанс. Подготовься нормально. Подготовь истории про футболистов этих команд, а не просто какой-нибудь тренер РПЛ что-нибудь сказал и потом молчать минуту. То есть для меня это очень важный показатель. Например, раньше я был вынужден писать регулярно какие-то тексты, которые мне не хотелось писать. Вот, допустим, сыграли выходные какие-то матчи футбольные, там не было особо огня, но просто в расписании Павел Городницкий должен написать про эти игры. И я всегда старался как-то творчески подойти, заранее подбирал статистику, какие-то метафоры выдумывал, чтобы это было ярко, чтобы даже какую-нибудь тухлятину разукрасить. Здесь такого не было и близко. Он подумал, я Алексей Андронов, я дважды комментатор финала Лиги Чемпионов, дважды подряд там работал. И тут Кубок России. Да я просто на классе откомментирую. Вот мы увидели этот класс. Кстати, мне тут рассказали, что в свое время Владимир Стогниенко чисто за бабки комментировал матчи Арарата, если помните такой клуб. И люди, которые слушали комментарии Стогниенко, признавали, что он как раз-таки готовился и делал все очень качественно, бодренько так и вообще жизнеутверждающе отрабатывал каждый рублик. Очередной респект, Владимир Стогниенко. Ладно, отвлечемся на время от Кубка России, поговорим о хорошем футболе. Скорее всего, вы смотрите мой видос либо за несколько часов до матча Спартак-Зенит, либо за несколько часов до игры Манчестер Юнайтед-Тоттенхэм. И у моих легальных партнеров из пари-матч есть широчайшие линии на обе этих встречи. А еще у них есть горяченная акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке в закрепленном комментарии, потому что сайт Приматч после обновления работает просто реактивно. Теперь к новостям. Говорят, Зенит опять купил жеребьевку Лиги Чемпионов. В Зениту попалась такая группа. Боруссия, Лацо, Брюгги. И у меня личка ВКонтакте просто разорвалась. Вот, видел, что творят. Опять себе купили группу без Грандов. Окей, давайте разбираться, кто такие Гранды. В Германии объективно Гранд 1. Вот просто по общепринятым меркам. Это Бавария. Бавария у нас в первой корзине с Зенитом. Италия. Там только Ювентус. И он где? Тоже в первой корзине. А Франция? А там ПСЖ. И ПСЖ получается в первой корзине с Зенитом. И остаются доступные Зениту Гранды только Барселона, Атлетико и какие-то английские клубы. Ну вот они не выпали. Выпала Боруссия с Санчо и с Холландом. И люди такие, ой, ну это так себе. Ну приезжает опять какой-то шлаг. Я абсолютно с вами не согласен. Здесь я уверен, что шарики не нагревали. Самый важный вопрос по итогам заребьевки для Зенита. Уволят ли Симака, если он не попадет в Лигу Чемпионскую весну? Я думаю, что его уволят только в одном случае. Если он опять займет четвертое место в группе. Если он даже Брюге пропустит наверх. И потом будет говорить, ну Брюге это сильная европейская команда. Нельзя недооценивать. Да, пока что мы не видели каких-то их топовых результатов. Но вы помните, Леон и Эрбейл тоже говорили, что это средняя команда. Они как выстрелили. Поэтому Брюге тоже молодцы. Я не удивлюсь, если они дойдут, например, до полуфинала Лиги Европы. Нет, не прокатят такие оправдания. Потому что мало того, что Зенит точно сильнее, чем Брюге. И должен, обязан бороться за 1-8 Лиги Чемпионов. Так еще и в Уэфа пошли Зениту навстречу. И наконец-то, чуть ли не впервые в истории, российский клуб играет последний тур группового этапа дома. Раньше считалось, вот Россия холодная. И поэтому российские клубы должны на выезде играть. Здесь дома с Боруссией. Нужно просто набирать очки и попадать в 1-8. В ПСЖ все печально с трансферами. Действительно, самое скромное окно за последние годы. И даже Томас Тухель уже поныл, что потеряли Рабье, потеряли Тиаго Силву, Ковани, еще там много кого. И он такой, ой, нам срочно нужно кого-то брать. И он объяснил, почему. Вот его цитата. Если вы посмотрите на Ливерпуль, они даже не были в плей-офф Лиги Чемпионов в Португалии, но купили двух игроков. Ман-Сити дошел лишь до четверть финала и тоже подписал игроков. У Атлетика теперь есть Суарес, а Интер тоже не был в Португалии, вот вообще. Но имеет два равноценных состава на этот сезон. Если ничего не изменится, мы не сможем претендовать на победу в Лиге Чемпионов. Сказал Тухель, потому что там реально все, просто практически нет приобретений. Флоренцо пришел в аренду, кажется. Ну все, вот остался прежний состав у ПСЖ, причем даже слабее он, потому что лишился глубины. Почему так происходит? Да, метафора стара, но рэп-аудио-наркотик. У меня есть дилетантская версия. Я не смотрю чемпионат Франции, может быть вы смотрите, вы мне подскажете, но как я это вижу со стороны? Помните, банили Манчестер-Сити, там потом мы протестовали этот бан, его сняли. И тогда все говорили, а почему ПСЖ не наказывают? И вот моя версия, что ПСЖ сказали, так, вы все, что можно, нарушили, но вы наши друзья, а УИФА, как известно, мафия, поэтому мы вас прощаем вот последний раз. Но вы хотя бы одно окошечко тихо посидите, попрощайтесь с самыми высокооплачиваемыми футболистами, как-нибудь бухгалтерию свою расслабьте и потом уже кого-то приобретайте. Сейчас, ну реально, не отсвечивайте, иначе мы вас все-таки забаним. Маркиньес самый недооцененный игрок Европы. Томас Тухель, как мы уже убедились, ноет, но у него в составе есть настоящая суперзвезда, которую почему-то не обсуждают. Мы тут с Никитой Васюхиным разговорились про центральных защитников, и он назвал просто в диалоге, в телеграме Маркиньеса гением. Раньше Никита Васюхин называл гениями всех подряд, году в 17-м. Сейчас работает в Зените, и все реже и реже я слышу от него это слово за последние полгода, наверное, ни разу. И тут Маркиньес гений. Я такой, так, а почему это он гений? Вот, пожалуйста, вам прямая цитата, приветики от Никиты Васюхина. Маркиньес лучший в мире, если смотреть, кто может сыграть и центрального защитника, и опорника. Последние два сезона 41 игра опорным и 40 игр центральным защитником. Вообще футбол требует часто играть по ситуации. Например, когда опорник при розыгрыше мяча опускается между двумя центральными. Или когда центральный защитник должен мяч протащить, например, 30 метров. То есть Тухель использует эти фишки со схемой трансформером. И там ключевой игрок, именно Маркиньес. Думаю, что он недополучает респекта по сравнению с атакой PSG. Массимо Каррера красавец. Наконец-то я это признаю. А тутти Аванти, ну, Массимо Каррера в квалификации Лиги Европы со своим маленьким АЕКом выбил Вольсбург. То есть у Вольсбурга состав по трансфер-маркту стоит в 6 раз дороже. Я специально посмотрел, но вот где у нас Вольсбург сосет Бибу. А АЕК теперь в групповом этапе. Более того, Вольсбурга нет, а Вольсберг есть. И нашлись люди, которые пришли к комментатору Роме Нагучеву, который работает на Бундеслиге, кажется, 10 лет, и начали ему после жеребьевки писать. Рома, какого хера ты называешь Вольсбург Вольсбергом? Это же неправильно. Там У, АНИЁ, Рома, что ты творишь? Что за новая мода? То есть люди даже не в курсе. Вообще, я в последнее время часто общаюсь с комментаторами и поражаюсь их выдержкой, потому что каждый день в Инстаграм, во Вконтакте, во все соцсети им пишут грандиозное количество чуши. У меня бы взорвалась башка, а они иногда даже отвечают. Барахло, ваши стеклянные вопросы, мои пенопластовые ответы. Но для начала, если вы досмотрели до этого момента, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что, ну, хочется уже 20 тысяч подписчиков. Я обещаю вам несколько раз в неделю подгонять контент, который вам, возможно, понравится. Почему я должен платить за футбол? Очень часто у меня такое спрашивают во Вконтакте, в разных формулировках, но суть примерно одна и та же. Какого хера Матч ТВ не показывает бесплатно все топовые игры? Например, ЦСКА Спартак, например, Барселона Реал, там, если не показывают по матчу. Ну, короче, считают, что все должно быть бесплатно. Если хотите, да, можете на своем там Футбол 1 или Матч Премьер какие-нибудь специи против Сусуола, ну, показывайте для гиков. Но я хочу видеть главное футбольное зрелище на халяву. Ну, просто вот потому что. Короче, было бы правильно, наверное, ответить, что платить за футбол нужно, потому что правильно платить и за фильмы, и за сериалы, и за музыку, и создание контента футбольного, и права на трансляции тоже стоит денег. Иногда там атомные суммы, просто страшно взглянуть. Но я отвечу так, почему вообще я плачу за футбол? Потому что мне не хочется возиться с пиратскими ссылками, какими-то сопкастами, которые непонятно где искать. Я хочу просто открыть приложение или открыть один сайт у себя на ноутбуке, и чтобы у меня все нормально работало. У Матч ТВ иногда работает ненормально, у ОКК тоже бывают перебои, но это уже другой вопрос. В принципе, все в основном удобно и комфортно. Я плачу только поэтому. Если бы был бесплатный пиратский сервис, где не приходилось бы платить, возможно, я бы им пользовался, но такого сервиса нет, и уже не может быть. В 2020 году отлавливают пиратские трансляции, и, допустим, у тебя пара и трансляция, ты хочешь посмотреть. Ну, это просто какой-то облом кайфа, проще заплатить. Но у меня есть четкая позиция, почему нужно платить именно за показ российского футбола. Потому что возьмем Европу, и там клубы нормально навариваются на телеправах, потому что эти телеправа окупаются у вещателей, у так называемых бродкастеров. А здесь у нас в России, ну, тяжело окупить, потому что люди пиратят, либо вообще не покупают, либо говорят, ну, мне достаточно основного Матч ТВ, я больше, в принципе, ничего не смотрю. Я как бы доначу в русский футбол. Я мечтаю, что наступят времена, когда наши клубы смогут сказать, все, государство, до свидания, мы будем зарабатывать на телеправах, потому что вот у нас аудитория любит смотреть и платить за футбол. И еще я считаю, что когда я плачу за российский футбол, за его трансляцию, я имею право критиковать и наши футбольные клубы, и Матч ТВ, и Матч Премьер, и кого угодно, потому что я за это заплатил свою копеечку. Перед тем, как записывать это видео, я специально посчитал, сколько я трачу в год на просмотр футбола, на доступ ко всем топовым лигам, то есть Лига Чемпионов, Лига Европы, АПЛ, Испания, РПЛ, разумеется, наша любимая. У меня получилось чуть больше 500 рублей в месяц. 7 тысяч рублей в год. Дорого это или нет? Я считаю, что нет, потому что футбол одно из важнейших хобби в моей жизни. Я хочу всегда, вот нажимаешь в телефоне на кнопочку, и тебе показывают матч, а не с чем-то там возиться. Это реально, ну, две пинты хорошего пива. Я думаю, что можно себе позволить раз в месяц-то. С другой стороны, надо понимать российский менталитет. Здесь люди, ну, я это признаю, пока не готовы платить за что-то, что они не могут потрогать. И как чаще всего бывает. Допустим, ЦСКА «Спартак» не показывает на общедоступном ТВ. Ты заходишь, и тебе надо купить трансляцию. Сколько она там стоит? 75 рублей или 150 рублей? Ну, короче, ощутимо. Я думаю, что было бы круто, вот мне постоянно об этом, кстати, тоже говорят, что если бы матч «Премьер» себя повел, как ТНТ «Премьер». Если кто-то не знает, я объясню. Там подписка раньше стоила то ли 200 рублей, то ли 150 в месяц. А сейчас она стоит 29 рублей. И, пожалуйста, смотри российские сериалы сколько угодно. Там у тебя огромная база. Для чего это сделано? Чтобы люди заплатили хоть сколько-нибудь и поняли, что классно иметь вот такой легальный удобный сервис. И если, например, будет акция, вот матч «Премьер» платишь 50 рублей в месяц на протяжении года. И человек подумает, 50 рублей, но это все-таки копейки. Я готов. Или ты покупаешь один матч тоже за 50 рублей, но сразу же получаешь доступ еще на пару недель. И можно втянуться в легальный контент. А не думать, блин, как дорого, надо будет заранее искать сопкаст. Все-таки менталитет меняется тяжело. ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы. У ЦСКА был лучший посев. ЦСКА фаворит группы по версии букмекеров, которые все-таки шарят. И какая там вообще у ЦСКА компания собралась? Динамо Загреб, Фиенорд и Вольфсберг. Тот самый. И если опять начнется вот это какое-нибудь третье или четвертое место, и Витя Гончаренко, нам не хватило опыта, у нас травмы, все-таки обороны еще пока что не сыгралось. Все, до свидания. Витя, надо будет выйти. Потому что ЦСКА обязан с таким составом, с такими летними трансферами выходить в плей-офф Лиги Европы. Иначе тотальный стыд. С кем из российского футбола ты бы хотел сделать интервью? Лежал у меня этот вопрос. И я думал, блин, я вообще не хочу делать интервью. И тут я на боку валялся, и мне пришел в голову образ толстого школьника. Вы знаете, кто это? Это Максим Митрофанов. Я бы с радостью с ним поговорил за жизнь. Как он стал генеральным директором Зенита, кажется, в 25 лет? Как он относился к тому, что на всех гостевых его называли как раз толстым школьником? Какие трансферы сорвались? Какими трансферами он гордится? Как он пережил то, что его выгнали из Зенита, отправили в РФС служить? В общем, мы бы часик как-нибудь фактурненько побазарили. Максим, пожалуйста, садитесь рядом со мной. Азар так и не заиграет в Реале? Я здесь некомпетентен. Я опять же спросил у Никиты Васюхина, и он сказал, я не вижу ни одной футбольной причины, почему он может не заиграть в Реале. Тем более, там лучшие тренеры по физподготовке, физиотерапевты, штаб, в общем, нормальный, должен он восстановиться. И сейчас пока что не набрал форму, только потому, что у него травма. Он пытается как-то набрать эту форму, потом снова травма. И, в общем, мы не видели уже давно настоящего Эдена Азара. Но вот мое личное мнение, что Азар был Реалу не слишком-то нужен, как Гризман в Барселоне. Лучше бы взяли форварда. При этом я не сомневаюсь, что в течение сезона будет какой-нибудь матч, где Азар, например, дубль, плюс голевая передача, плюс заработанный пенальти. Все такие, вот, зачем взяли Эдена Азара? Фанаты Реала такие, о, ну все, он молодец, сейчас начнет разрывать, а он не начнет. У него этот бенефис с гранадой так и останется единственным. Как ты относишься к футбольной деятельности Дмитрия Губерниева? У меня часто спрашивают про двух людей, про Губерниева и про Алексея Попова. Но я не шарю ни в биатлоне, ни тем более в Формуле-1. Мне вообще нравится, я уже говорил, что мне нравится теория о том, что якобы показывают повторы Формулы-1, а люди такие, о, вот это сегодня гонка была, а там просто разные таблицы. И Попов постоянно по-разному комментирует, а никаких трансляций уже не существует. Это шикарная конспирологическая теория, но мне надо воспринимать всерьез и писать в комменты «Нет, все не так, были свежие гонки». Спасибо, я знаю. Но вернемся к Губерниеву. Я его слушал до 2011 года, когда он еще часто комментировал футбол, и меня это напрягало. Вот недавно, кстати, опять же Губерниев подменял кого-то на трансляции, там, кажется, Мельников уснул, ночью был кубок Либертадорос, и Губерниев комментировал, и примерно через 10 минут или через 15 не выдержал, и начал рассказывать про биатлон. Он не знал ни одной фамилии, он просто говорил «Пас, пас, пас, угловой, аут, удар». Как футбольный комментатор, он ни о чем. Ну так вот, почему я сказал до 2011 года? Потому что потом была та эпичная история с Малафеевым, Губерниевы на какое-то время отстранили, и он за это время придумал себе новое амплуа. Он такой любопытствующий дилетант. И когда он сидит в студии, именно как ведущий, и там какие-то футбольные люди, какой-нибудь Рахимов, он задает вроде бы примитивные, простые, даже местами глупые вопросы, но гость исчерпывающе на них отвечает. Губерниев создает атмосферу. С Губерниевым говорят комфортно, приятно, он просто такой вот шоумен. Так что Губерниеву респект. Он меня не раздражает. Если вас раздражает, пишите в комментах, почему, но только не про биатлон. Чему ты хотел бы научиться? Это прозвучит очень странно, но я бы хотел научиться обучаемости. У меня есть коллега по палачу, и он просто с легкостью. Надо выучить, например, голландский язык, и он сядет и выучит прям основы и сможет уже разговаривать через два месяца. Или новый язык программирования, или как-нибудь правильно бегать, правильно плавать. У него каждые полгода новые хобби. Мне тяжело. У меня вот так. Я прихожу, например, в спортзал, я делаю жим лёжа. Я такой, о, у меня идёт жим лёжа, я буду им заниматься. А присед у меня не идёт. Хер с ним, с приседом сразу не получилось, значит, я вообще этим заниматься не буду. И это, конечно, неправильно. Мне тяжело начать осваивать что-то новое. Я вот завидую людям, которые, о, не получилось, но я попробую ещё. Я выйду на какой-то минимальный уровень и потом буду постепенно-постепенно прокачиваться. И у них куча скиллов. А я вот такой вот просто нулескилловый. Но глобально, если бы сейчас меня спросили, вот просто любой навык, который ты щёлкнешь пальцем, и у тебя будет. Я бы хотел научиться петь, постановка голоса, как-то правильные себя звуки извергать. Это, в принципе, очень полезно. И мне нравится ходить по дому, что-нибудь напевать, и чтобы это было ещё не стыдно и более-менее профессионально. Я бы, наверное, постарался. Но опять же, вот эти курсы вокала, туда ходить, там что-то, какие-то звуки, вот эти... Блин, это сложно. Сегодняшний мой привет летит в деревню Тургенево. Причём меня попросили из конкретной деревни. Я открыл их много, и никого не хочется обижать. Поэтому всем жителям деревень, посёлков, сёл Тургенево летит мой пламенный привет. Хотя Тургенев так себе писатель. Ребяточки, ещё раз, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, мне будет мега приятно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!